Камеры в смартфонах проделали огромный путь от самых простых, даже без автофокуса, до целых систем из нескольких модулей с оптическим зумом, стабилизацией, фантастическими ночными снимками и многим другим. На сегодняшний день камера и поддерживаемый ей режим являются одной из основных причин, почему мы готовы обновить какой-то прошлогодний флагманский смартфон на актуальную модель. Уверен, что если спросить большинство покупателей, по каким критериям они выбирали свой гаджет, то камера окажется одной из основных. И в этом видео я расскажу, что внутри камеры вашего iPhone и как она устроена. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайк этому видео и нажимать на колокольчик, это очень важно для развития канала и позволит мне продолжать рассказывать, что внутри ваших гаджетов и как они работают. На самом деле принципиально конструкция камеры не отличается даже между флагманским смартфоном за 1000 долларов и самым доступным устройством за 100. Вся разница будет сводиться к используемым материалам, качеству элементов, дополнительных фишек, начинке гаджета типа процессора и, что очень важно, это программному обеспечению. Именно процессор и софт получают, обрабатывают и выдают в итоге готовый результат, но это уже совсем другая история. Чтобы было понятно, что я дальше буду показывать, краткая информация о базовом устройстве камеры вашего смартфона. В основе любого модуля идет матрица и объектив. Эти два элемента отвечают за общее качество фотографий, цвет, детализацию, динамический диапазон и так далее. В цифровой камере матрица это что-то типа пленки, как в старом фотоаппарате. Она состоит из миллионов светочувствительных элементов, пикселей или пикселов, тут кому как больше нравится. От матрицы зависит разрешение снимков и количество шума на фотографиях. Каждый элемент матрицы при попадании на нее света вырабатывает электрический сигнал пропорциональной интенсивности светового потока. Сами по себе пиксели матрицы не различают цвета и картинка получается черно-белая, поэтому их накрывают светофильтрами. Эти фильтры пропускают только красный, зеленый и синий цвет. Почему именно эти? Схема Red-Green-Blue это базовые цвета, а остальные получаются путем их смешивания, уменьшения или увеличения насыщенности. Если на пиксель не попадает свет в определенного цвета, то он попадает на соседний. В этом и заключается принцип определения цвета снимка. Так камера и понимает, какого цвета или оттенка должна быть точка на фотографии. Собрав несколько миллионов таких точек воедино, процессор обрабатывает их и собирает готовое изображение. Объектив отвечает за угол обзора, а также резкость и другие параметры получаемого изображения. Состоит объектив обычной из системы линз, их может быть 4, 6, 8 и больше. Все зависит от производителя смартфона и модели устройства. Обычно изготавливаются из пластика, а реже из стекла. От качества системы линз очень сильно зависит итоговое качество картинки. Например, если перед хорошей матрицей установлена откровенно плохая линза, то никакого повышения детализации на снимках не будет, даже если в модуле используется очень продвинутая матрица. Кроме матрицы и объектива, в устройствах часто используется сложная механика для стабилизации автофокуса. Устройство этих систем будет наглядно видно при разборе, и я думаю, не нужно объяснять, для чего они используются в камерах. Для примера работы оптической стабилизации я взял iPhone 4, в котором ее нет при съемке видео, и при минимальной тряске картинка выглядит уже по современным меркам, мягко говоря, не очень. А вот так выглядит видео уже на iPhone 12 Pro Max. Разница просто огромная, впрочем, как и между двумя этими моделями. Но было интересно сравнить, насколько продвинулись технологии. В итоге вся суть работы камеры заключается в преобразовании света в электрический сигнал, понятный нашему смартфону. Дальше уже там подключаются к этому действию процессоры, эти ваши нейросети, искусственный интеллект и так далее. Тема очень обширная, и по каждому элементу камеры, их разновидностям, вариантам можно вообще делать отдельный ролик. Но сегодня я покажу, как это выглядит внутри на разных моделях iPhone, начиная от iPhone 3GS до 7 Plus и до 11 Pro Max. Там будет также камера еще на 12 Pro Max. Потому что одно дело, когда ты понимаешь, как это работает, но другое дело, когда ты видишь собственными глазами, что там внутри. И то, как выглядит камера внутри, по моему мнению, просто прекрасно. Я думаю, что вам понравится. Приступаем. Те, кто давно пользуется смартфонами от Apple, помнят, с чего все начиналось. Камера в первом iPhone была на 2 Мп, не имела возможности автофокусировки, да и ручной фокусировки там не было, даже не снимала видео. Обычная камера состоит из матрицы и блока линз, запечатанного в пластиковый корпус. В данном случае показана фронтальная камера от Huawei P7 на 8 Мп со сферической линзой и встроенным инфракрасным фильтром. Камеру для первого iPhone с радостью бы показал, но эти запчасти в сервисе не водятся уже давненько. Автофокус и ручная фокусировка появилась только в iPhone 3GS и на радость владельцам смартфон научился снимать видео. В iPhone 3GS устанавливалась 3-мегапиксельная камера производства OmniVision и да, Apple сама не делает свои камеры, поставщиков достаточно много и в основном мало кто слышал такие названия, как Lorgan, Precision, Genius, Electronic, Optical и кто-то поставляет матрицы, кто-то поставляет оптику и так далее. Поставьте лайк и пишите в комментариях, если интересна тема, кто и какие запчасти поставляет Apple для iPhone и кто их собирает. С момента выхода iPhone 3GS Apple каждый год начали улучшать камеры в своих смартфонах. Первым серьезным апгрейдом, как я и сказал, стал автофокус. Сейчас рассмотрим его работу на примере этого прекрасного iPhone. Впрочем, в других моделях, более новых, суть работы автофокуса примерно такая же. Блок линз представляет из себя все тот же запаянный в пластик модуль, но теперь он свободно расположен в корпусе камеры, то есть не приклеен к основе, как в первом примере. На корпусе линз намотана катушка из тонкого медного провода, которую можно использовать как электромагнит. А в корпусе самой камеры, которую мы можем видеть снаружи, расположено 4 миниатюрных магнита. При автофокусировке процессор вычисляет в фокусе ли объект по показаниям максимального контраста, или фазовых датчиков, или по лазерному дальномеру, зависит от модели, и дает электронике указания подать на катушку электромагнита такое напряжение, благодаря которому создается магнитное поле, чтобы сместить блок линз на нужное расстояние по отношению к матрице. Как и сказал, такое решение применяется и в более новых моделях. Сама же матрица выглядит визуально все так же, но, к сожалению, моего разбора не пережила и треснула. В следующих поколениях камеры iPhone добавляли новые программные фишки, обновляли объективы и сенсоры, появилась съемка видео в HD, и камеры становились существенно лучше, но интересно, что менялось там внутри. На примере 8-мегапиксельной камеры от 4s можно увидеть, что в принципе суть не поменялась. Матрица на шлейфе, блок с линзами и катушка автофокуса. То есть такую же конструкцию можно увидеть и в iPhone 5, и в iPhone 5s, да и в плане качества фото и видео тут много различий, но мы смотрим, что внутри интересного для нас сейчас. Кстати, если вы замечали, что в области камеры у вас что-то трясется, если постучать, то это как раз-таки блок линз камеры с автофокусом. То есть это вполне нормально на примере iPhone 4. Очередной серьезный скачок случился в модели iPhone 6 Plus. В ней добавили оптическую стабилизацию изображения. В отличие от цифровой стабилизации, которая просто обрезает картинку, чтобы компенсировать дрожание рук или другие движения, в оптической сдвигаются линзы объектива. Это позволяет не только стабилизировать видео, но и получать достаточно резкие снимки даже на относительно длительной выдержке с рук. Технически в камеру теперь оказался встроен маленький упрощенный стабилизатор. Работает эта штука в связке с гироскопом и акселерометром для понимания положения смартфона. Как работает акселерометр в смартфоне, кстати, ссылочку оставлю в описании. Есть у меня на канале интересный видос. Для примера, вот так выглядит камера обычного iPhone 6, в котором уже знакомая конструкция автофокуса, а вот так выглядит камера iPhone 6 Plus с оптической стабилизацией. Впрочем, никуда не делись и магниты, это все работает по тому же принципу, что и автофокус, просто конструкция стала сложнее и выглядит просто невероятно красиво, как по мне. Появление двойной камеры в iPhone 7 Plus стало новым витком развития мобильной фотографии на смартфонах Apple. Тут уже пошли вход нейросети и машинное обучение. iPhone 7 Plus получил одну камеру с широкоугольным объективом и другую с телескопическим. По факту, первая захватывала больше света, а вторая меньше, но вторая имеет в два раза больше фокусное расстояние. Система всегда смешивает изображения с двух камер в одну фотографию для наилучших результатов и появился модный портретный режим. Но при этом оптическую стабилизацию получила только основная камера, а в телескопической только автофокус. Технически тут банально два модуля камеры, которые вклеены в корпус. Если их достать и снять защитную пластину, то видно сразу, где камера со стабилизацией, а где без. Стоит отметить, что система автофокуса тут немного уже модифицирована относительно того же варианта V6 и V6s, но магниты и медные катушки на месте. iPhone X стал первым смартфоном компании, в котором обе камеры получили оптическую стабилизацию и теперь снимать с приближением можно так же уверенно, как и в обычном режиме. Модули камер стали заметно крупнее, как и сами подвесы объективов. До iPhone X в мобильных устройствах Apple использовался телеобъектив с диафрагмой не более 2,8, теперь 2,4. С увеличением ее размера выросло и качество съемки в вечернее время суток. В iPhone XS матрица увеличилась на 30%, соответственно, теперь она может получать еще больше света. Кроме того, сенсор камеры установлен незначительно глубже в корпус, и Apple отодвинула его от группы линз, тем самым добившись качественного улучшения фотографий. А далее был iPhone 11 Pro, основным отличием от XS, конечно же, стала еще одна камера. Теперь в iPhone появился сверхширокоугольный модуль. Если этот режим достаточно забавный, при хорошем освещении можно получать отличные снимки, но, как по мне, основная фишка камеры в iPhone 11 Pro это шикарная стабилизация видео. Конечно, чудес она не делает, но если сравнивать с предыдущими поколениями, то можно невооруженным глазом сказать, где на какой iPhone снят определенный ролик. Визуально камера и блок линз стали крупнее, видна другая система стабилизации. Телефотокамера тут тоже изменилась, диафрагму улучшили, и камера захватывает больше света по сравнению с предшественником. Конечно же, эта камера тоже со стабилизацией. А вот сверхширокоугольная камера не имеет автофокуса и стабилизации, технически только матрицы и линзы. И, в принципе, в этом нет ничего критичного, так как сверхширик в iPhone 11 все-таки немного ограничен в использовании из-за большой требовательности к хорошему освещению. И, откровенно говоря, супер качественные кадры там не поснимаешь. Но если освещение годное, то может получиться отличный кадр с захватом широкой области. За счет того, что блок линз приклеен прямо к шлейфу с матрицей, разделить его было достаточно проблематично. В итоге матрица не выдержала и треснула. Но общее представление о том, что внутри сверхширокоугольной камеры iPhone 11 Pro, получить можно. Как мы видим, с каждым годом камеры в смартфонах совершенствуются. Добавляются как аппаратные, так и программные фишки и особенности. Обработка с помощью нейронных сетей, машинное обучение, ну и все такое. В iPhone 12 Pro Max, например, применяется уже оптическая стабилизация изображения со сдвигом матрицы. То есть смартфон теперь еще и контролирует положение самого сенсора. Вот так выглядит камера iPhone 12 Pro Max по сравнению с 11 Pro Max. Как запчасти, визуально они очень похожи, но на 12 Pro Max немного толще. Хотя по размерам самого модуля на 12 Pro Max так и не скажешь. В Apple постарались запихнуть в него максимально. Существуют еще варианты перископических камер. Простыми словами, это когда в смартфон уже не влазит начинка камеры в привычном нам формате, и элементы располагаются параллельно корпусу. Но в iPhone на данный момент такие не применяются. Качество фото и видео становится лучше, но есть и достаточно существенный минус. Чем сложнее механизм, тем его проще сломать. По моему наблюдению, где-то так начиная как раз с iPhone 6 Plus, то есть там, где используется оптическая стабилизация, камерам свойственно выходить из строя от падений, в том числе даже не самых значительных. То есть если телефон уронить на асфальт, то как бы логично, что в нем может что-то сломаться. Но модули в современных iPhone'ах могут выходить из строя и от совсем незначительных падений. Например, на диван или там еще на что-нибудь, на кресло. Имейте это в виду, если часто роняете ваш смартфон. Спасибо, что посмотрели. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайк этому видео и делиться этим видео в социальных сетях. Желаю вам только удачных кадров. И увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!